Друзья, снова с вами я, Алена, вы на моем канале. Сегодня опять отвечаю на ваши вопросы. Говорим о поддержке опорно-двигательной системы. Что может быть? Дефицит двигательной активности и двигательных нагрузок опаснее, чем их присутствие. Соответственно, если не двигаетесь, происходит разрушение быстрее, намного быстрее, чем нужно. И какие БАДы вообще могут приниматься, какие БАДы могут способствовать тому, чтобы вы хорошо себя чувствовали, хорошо строили свой опорно-двигательный аппарат. Хлорофилл. Вы скажете, при чем? Я скажу, при том, чтобы суставы не закислялись, чтобы не было проблем с болями. Это очень-очень важно. Дефицит двигательной активности – это раннее старение. Плюс, друзья, здесь может быть проблема с суставами, с закислением, с нехваткой витаминов, например, таких как хондроэтин, глюкозамин, сера, омега-3, кальций, магний, хилат, лучше коралловый кальций. Это важно. И смотрите, если опять же-таки проблема с туалетом, опять страдают суставы. Непонятно, да, почему? Потому что идет токсикация, и она отражается на суставных историях. Здесь нам поможет лакло, красный клевер, поможет хлорофилл. Если проблема с подагрой, то здесь, конечно, питание и ограничение пуринов. Это мясо и это рыба. Накопление мочевой кислоты, опять же-таки, идет опасным для людей с подагрой. Здесь нам нужно будет ускорить выздоровление. Можно будет добавить омегу-3, протеазу, босфелию, хондроэтин, кальций, коралловый и лакло. Зачем везде пихаю кальций? Потому что кальций работает как такой классный ощелачиватель. Кальций можно принимать только по анализу. И не аптечный, а тот, который действительно важный. Например, хороший, NSP-шный, либо какой-то другой. Надеюсь, видео было вам полезным, и вы оставите мне комментарий. До новых встреч!